Всем привет! Сегодня у нас дни испанской кухни. Сегодня я использую нож Polaris. Насколько я успел прочитать, это фамилия производства из Испании. Вот такой формой ржак. Клим. Линза. Рукоять. Похожа на целлюлойд. Даже не знаю, сейчас выпускает уже целлюлойд или еще нет. Три заклепки. Слит-джойнт. Вот. Случайно наткнулся на этот нож на форуме. Списался с продавцом. И вот он у меня. Итак, проверяем заточечку. Заточечка из коробочки. Вернее, из пакетика. Без всяких навеканий. Итак, смотрим, как он отработает. Мне просто, я его купил, чтобы интересно, форм-фактор самого ножа. Еще раз напомню. Линза. Вес ножа. 53 грамма. Вот. Ну, и будем начать. Посмотрим, что за сталь. Вроде как заявлено, что здесь углеродка. Но, посмотрим. Если потемнеет, то насколько потемнеет. Если не потемнеет, то не потемнеет. И вообще, насколько ему хватит. Вот его нажав. Для работы. В моих условиях. Но, если он продержится. 12-10 часовой. Рабочий день. То, в принципе, для пакетика выходного дня. Не ухватит. Ну, могу право сказать, что не особо агрессивно он резается. Ну, опять же скажу, что заточка заводская. То есть, я его вчера получил. Сегодня решил поработать. Итак, начинаем. Видео снимаем. Впереди у нас уже большого иного работа для этого ножа. Ну, и заключительный этап вот у нас крылья. Итак, нож от компании от семейной фирмы Polares из города Солсоза, если я не ошибаюсь. Под видео будет ссылка на сайт производителя. И, кому интересно, могут дать контактные данные человека, который занимается прямозом этих ножей. Итак, начинаем. Переходим на более ответственных участок работы. То есть, это уже большие объемы нашей продукции. первое замечание по данному нозу. Если вы надумаете его приобрести, то сразу надо убирать все загусенки после литья, которые здесь остаются. Здесь еще чуть-чуть осталось. Я не стал убирать в этом месте. Я, конечно, убрал. Ножичком посрезал, потому что мне, так сказать, впивались руки. дальше. Клинок углеродка, но он еще не потемнел. Есть какие-то разводы, но особо какого-то критичного состояния нет. первичная острота, которая была с завода, она пропала. Хочется, чтобы нож резал более комфортно. Но за счет того, что здесь линза, нож в принципе достаточно острый, чтобы выполнить какие-то функции, то есть что-нибудь порезать. Я не говорю, не беру конкретно именно свое рабочее место, свой участок работы и тот объем, которым я выполняю. И еще один момент. Это целлоид в сухом виде, когда рука не жирная, не мокрая. Он в принципе нормально, но если рука жирная или рука мокрая, нож с целлоидом на рукояти лучше не брать. На сайте я посмотрел сегодня с утра, на сайте представлены такие же самые ножи в форме партера, которые есть с замком и есть у них ими карты по-моему, есть G10 или как называется G10 может более понятно степотекстолит также есть по-моему дерево но я туда еще пока не уявлялся и поэтому точно информация пока еще не молоднее но клинок довольно-таки резучий не сказать что он режет на уровне опенка хотя достаточно острый потому что сведение здесь в линзе в линзе она сама по себе у нее лес отличается от ножей которых есть подвод и рака и все остальное но мне в данный момент пока нравится этот маленький ножичек удобный то есть клиночек здесь в форме листика вы видите однозначно испанские лакивы наваха загнутая рукоять то есть должен сказать что по рукояти рукоять довольно-таки несмотря на то что она очень маленькая тонкая в сечении здесь она примерно миллиметра восемь здесь наверное 12 довольно-таки удобная в руке клинок тоже в принципе им удобно работать то есть даже если вы держите пальцы вот так что-то нарезать то есть режущая кромка то есть часто режущей кромки работает то есть ростной риньки и никаких проблем пока я его не ваял ни на бассейн ни на мусаки нигде жду когда он запупится что можете посмотреть насколько его хватит но пока вот уже прошло времени где-то пять часов были порезаны карбонат без я съела это просто чистое мясо и сухожилий без ничего был порезан куриней шашлык был порезан на фарш там еще что-то там то есть никаких проблем нет еще остается достаточно острым люфтов нет пружинка держит нормально то есть он не складывается если не раскладывается в общем вот и ходят бакешный испанский ножичек так звездный час испанца агрокрылья в процессе работы острота осталась та же самая практически которая была в конце видео я скажу некоторые моменты по данному ложу а сейчас у нас впереди пылья если на эту баночку то будет еще и баночка нож честно говоря меня погадывал именно в плане геометрия конька заточка твердость ну гонять это отдельная история по ней я отдельно скажу но в принципе честно говоря не ожидал ножа который стоит очень мало денег такого функционала ну что ж перейдем у нас 16 кг крылья режем стандартно по косточке по суставчику посмотрим насколько просянет режущая кромка но после того объема работы которую я выполнил режущая кромка практически не пострадала ну бывают какие-то моменты что может тянуть за собой то есть не такой агрессивный рез но углеродка хочу сказать здесь непонятная нож я оставил вот единственное место в этом чуть-чуть потемнело покрылась какой-то ржавчиной или окислом еще что-нибудь но у нас на оконке никаких пятен ничего нет итак продолжаем резать крылья походим к финишной прямой походе в конце звездный час испанца нож показал себя я не вижу поведение стали с хорошей стороны можете видеть сами режется пускатом раз ну и единственный недостаток этого ножа это конечно рукоять рукоять из целлоида лучше не брать и брать именно если вы собираетесь пользу нож для длинной работы но если у вас он будет просто в виде петляхового варианта можете брать не раздумывая рукоять требуют доработки лучше здесь после муки остаются острые грани какие-то замки такая фигня вот в жирных и мокрых руках рукоять скользит если есть возможность взять G10 или степлодействительный деревья лучше конечно взять деревья но если у вас не критично наличие такое рукояти значит может перейти к сожалению в банке у меня сегодня нет но банка у меня снял отдельным видео закончили работу заточка вы видите сами то есть практически не пострадало я склоняюсь к тому что нож сделан заточен в виде в линзу сведен соответственно режущая кромка более стойка но это мое мнение но примитивный и простой ну не скажу что примитивный извините скорее всего простой 3 заклепки заклепки судя по тому что расклепаны молоком целую рукоять ставь углеродка ну и есть такое же выполнение с нержавейки не знаю как нержавейки но углеродка мне очень здесь понравилось то есть за все время работы единственное потемнение вот в этом местах которое было спрятано то есть на крыльке никаких следов ржавчины еще что-то нету поларез нож я забыл как он называется но я в описании под видео напишу как он представлен на сайте то есть нож честно говоря мне очень понравился ручья кромка то есть строй клинка очень рабочий ну вот в принципе и все да кстати сказал забыл сказать человек который занимается реализацией этих ножей этот нож стоит 600 рублей ну плюс доставка то есть это это очень низкого бюджета нож но сделан именно кромочек здесь очень резучий углеродочка хорошая режущая кромочка стойкая то есть он дает в целом сегменте даже по каким-нибудь китайцам итак спасибо кто был со мной всего доброго вопросы пишите